Оружие должно быть под контролем подразделением государственного контроля лицензионной разрешительной работы Росгвардии 55 лет. Существенный рывок. Карачаево-Черкесия лидер по производству минеральной воды в России. 531 миллион литров за 2023 год. Качественные фрукты без импорта. Яблоневые сады интенсивного типа в Карачаево-Черкесии расширятся на 100 гектаров. Открытый турнир по вольной борьбе в честь заслуженного тренера Карачаево-Черкесии Мухаммеда Дышекова собрал 50 спортсменов республики. Здравствуйте! На телеканале Россия 24 информационный выпуск «Вести Карачаево-Черкесия». С вами Дарья Тендит. Сегодня в Карачаево-Черкесии прошло торжественное открытие Года семьи в России. Таким образом, наша республика приняла эстафету от федерального центра, где ранее старт тематическому году дал президент страны Владимир Путин. Во дворец культуры региональной столицы пригласили семьи, которые могут служить примером для молодых супружеских пар. Открывая в Карачаево-Черкесии Год семьи, глава региона Рашид Тимрезов напомнил о важности сохранения семейных традиций. Для чего в республике будет сделано очень много. В нашем регионе живут крепкие, дружные семьи и хочется, чтобы их становилось больше. Уверен, что в год семьи масштабная государственная поддержка, правильная демографическая политика, реализация проектов по строительству социальной инфраструктуры, благоустройства насекомых пунктов помогут нам приемом этих часов и сделать жизнь наших жителей более качественной и комфортной. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил с днем рождения Цуцу Коговну Дагужиеву, который исполнился 101 год. Труженица тыла своим самоотверженным трудом внесла в неоценимый вклад в великую победу. Память о военных годах и героическом подвиге советского народа Цуца Коговна передает из поколения в поколение. У нашего дорогого ветерана большая и очень дружная семья. Шестеро детей, 15 внуков, 30 правнуков и один проправнук. Искренне поздравляю Цуцу Дагужиеву и желаю крепкого здоровья, счастливых лет жизни в окружении родных и близких. Огромное спасибо за ваш трудовой подвиг и достойный жизненный путь. Говорится поздравление Рашида Тимрезова. В феврале исполняется 55 лет подразделением, занимающимся лицензионно-разрешительной работой. В преддверии этой даты с журналистами встретились заместители руководителя регионального управления Росгвардии Эдуард Чумаев и начальник отдела госконтроля Магомеда Табиев. Они рассказали об истории данного направления деятельности в нашей стране и современных реалиях. Подробности в сюжете корреспондента Артура Махце. Традиционные встречи журналистов с региональными экспертами в сфере лицензионно-разрешительной работы – это всегда возможность оперативно получать информацию о каких-либо изменениях в правилах получения документов на хранение и ношение оружия того или иного вида. Так, по словам заместителя начальника регионального управления Росгвардии Эдуарда Чумаева, в прошлом году были проведены около 13 тысяч проверок владельцев оружия. Специалисты выявили примерно 1300 административных правонарушений. Основной их долю составляет несоблюдение требований к перерегистрации разрешительной документации. В соответствии с законодательством гражданин, являющийся владельцем оружия, должен не позже, чем за месяц обращаться за продлением своих документов. Если он не обратился, обратился позже, то есть он имеет право, свое оружие, например, еще срок действия разрешения не истек, осталось условно неделю, а две, он может его получить разрешение на продажу и реализовать. То есть мы его привлекаем к ответственности только когда он подает заявление на продление. Сейчас наблюдается некоторое снижение числа желающих получить разрешение на хранение оружия. Впрочем, по мнению экспертов, тут дело скорее в необходимости прохождения ряда медицинских экспертиз, срыв которых кому-то навсегда закрыл бы возможность получения документов на владение оружием. Хотя запрет может коснуться и тех, кто уже прошел все процедуры. Специалисты Управления Росгвардии рассказали о том, какие виды нарушений могут привести к аннулированию разрешения. Стрельба, к примеру, на свадьбе тоже подпадает под запрет и аукнется хозяину опасной игрушки потери и этой собственности, и некоторой суммы денег в виде штрафа. Отдел госконтроля занимается в том числе проверкой организации системы охраны на ряде опасных объектов, относящихся в частности к топливно-энергетической сфере. Таких в Карачаево-Черкесии около трех десятков. По итогам работы за прошедший год по линии контроля за подразделениями охраны, в соответствии с планом, было запланировано проведение трех проверок плановых. Все они были проведены, плановые показатели выполнены 100%. И в рамках устранения нарушений по ранее выданным предписаниям была проведена одна внеплановая проверка. В феврале исполняется 55 лет, подразделениям, в ведении которых находится лицензионно-разрешительная работа. За этот период многое поменялось, в том числе в законодательстве. Но одно остаётся деятельности постоянным – необходимость обеспечения безопасности населения за счёт контроля за теми, кто имеет оружие на законных основаниях. Артур Мухцеллибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесия – абсолютный лидер в России по производству минеральной воды в 2023 году. Об этом сообщил глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов. Согласно данным государственной системы маркировки «Честный знак», Карачаево-Черкесия заняла почётное первое место среди всех субъектов России по производству минеральной воды. Всего за этот период в республике произвели 531 миллион литров минеральной воды, что на 194 миллиона больше, чем в 2022 году. За этими показателями ежедневный добросовестный труд наших региональных предприятий по производству упакованной воды. Отдельные слова благодарности им за огромный вклад в развитие экономики региона в республике. Уверен, наши производители сбавлять темпы не намерены. Впереди их ждут новые цели и новые успехи, отметил Рашид Семрезов. Размер материнского капитала увеличен на 7,4%. Об этом сообщили в социальном фонде России по Карачаево-Черкесии. Какое количество семей уже воспользовалось средствами материнского капитала и самые популярные направления расходования полученных денег, расскажет Альбина Ламкова. Материнский капитал – один из ключевых инструментов национального проекта «Демография». Помощь на каждом этапе от рождения ребенка до его совершеннолетия от государственных мер поддержки семей с детьми важна. Каждый год размер семейного капитала повышается на величину инфляции. С 1 февраля размер материнского капитала в нашей республике вырос на 7,4%. Чем больше неиспользованная сумма, тем выше будет прибавка после перерасчета. Соответственно, максимальное повышение получат семьи, которые пока ни разу не распоряжались сертификатом. В итоге размер материнского капитала на первого ребенка вырос до 630 тысяч рублей. На второго составляет 833 тысячи. Если семья уже получила материнский капитал за первого, то на второго ребенка сумма увеличилась тоже и составила 202 тысячи рублей. Об этом рассказал управляющий отделением социального фонда России по Карачаево-Черкесии Аслан Озов. Средства материнского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет, образование детей, накопительную пенсию родителей, покупку товаров и услуг для детей с инвалидностью. Программа позволяет выбрать один из вариантов или распределить деньги по нескольким направлениям. Самые популярные направления, куда используется данный сертификат материнского капитала, это улучшение жилищных условий, обучение детей и ежемесячные выплаты. В ходе интервью было отмечено и то, что размер материнского капитала и других выплат проиндексируют в беззаявительном порядке. Чтобы узнать, какая сумма из этих средств осталась на счете, можно воспользоваться сервисом социального фонда на портале госуслуг. Если есть еще вопросы, можно обратиться и к специалистам социального фонда республики в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по телефону горячей линии. В этом году в Карачаево-Черкесии планируется заложить яблоневые сады интенсивного типа на площади 100 гектаров. За минувшие годы республика совершила огромный рывок в области садоводства. Причиной тому не только благоприятные климатические и логистические условия, но и в первую очередь высококвалифицированные специалисты в области садоводства. На сегодня большинство крупных садов региона яблоневые. Кроме того, в 2018 году в Карачаево-Черкесии был заложен первый в России грушевый сад. Как подчеркивала ранее глава региона Рашид Семрезов, в 2030 году планируется почти вдвое увеличить площадь промышленных садов. Таким образом, к данному периоду площадь составит 2000 гектаров. Такие темпы и объемы развития садоводства позволят региону полностью обеспечить потребностям населения, качественными фруктами и минимизировать долю импорта, считает глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов. Актеры русского театра драмы и комедии Карачаева-Черкесии вновь радуют ценителей театрального искусства. В филармонии Черкеска состоялась премьера комедийного спектакля «Жених из шкафа». Главная героиня очень хочет выйти замуж, но встретит ли она свою вторую половину, смотрите подробности. Театральная премьера по пьесе «Лилии Моцарь. Жених из шкафа» проходила при полном аншлаге. По сложившейся традиции, перед началом спектакля всех присутствующих поприветствовал директор русского театра драмы и комедии Хасан Беджиев. У нас есть постоянный зритель. Я их вижу, я всякий раз выхожу, когда перед спектаклем разве, я узнаю. В основном это женщины. И я думаю, что пора им, наверное, и мужскую половину тоже подтянуть сюда для просмотра спектакля. Шкаф с женихами находился дома у двух главных героинь. Деспотичной мамаши Зои, которая продавала огурцы на рынке, и ее 30-летней дочери, школьного психолога Джульетты, которая очень хотела выйти замуж. Но из-за неудачного семейного прошлого матери и дочь не должна была бы заводиться с семьей и поставила условие – в доме никаких мужчин. Мне нетрудно повторить тебе шоку с дочерью, что мужик в этом доме появится только через мой друг. Вот как только перекинулся, пожалуйста. На протяжении спектакля у Джульетты появлялись новые потенциальные женихи, которых приходилось прятать шкаф. Но однажды заявился и отец, которого она не видела 30 лет. Чтобы избежать скандала, и отцу пришлось поселиться в шкафу. За дверцей сидели учитель Геннадий Сергеевич, который приходит к Джульетте за психологической помощью, байкер Паша Задолбалов, за которым всюду носится бывшая теща тетя Галя, и отец с очень вредной наследственностью, а точнее фамилией, пришедший по объявлению – потап-алкоголик. Ну что, помиримся силами, да? Давай! Мама, мама, посадят девочки! Девочки, девочки! Я еще ни разу не видел, чтобы тещи играли бы из-за сетьек, но я предлагаю, пускай дочь сама выберет, кто ей нужен. Я доволен работой и доволен, что зрители довольны. Это самое главное. События разворачиваются молниеносно. Несмотря на страхи и сомнения, каждый обрел свое счастье. Поклонники театрального искусства в знак благодарности подарили актерам бурные аплодисменты и букеты цветов. Это легкая бытовая комедия, которая заставляет не только смеяться, но и переосмыслить свою жизнь, отмечают зрители. Премьера театра – это очень большое событие. Тем более, такие классные актеры. Такое впечатление, такая радость. Ну, очень нравится, как они играют. Профессионально. Пришли вместе, всей семьей, получили огромное-огромное удовольствие. Поэтому рекомендую всем, кто не смог посмотреть сегодня. Сегодня был аншлаг, зал был забит. Поэтому обязательно, когда будет повтор спектакля, я от всей души приглашаю всех горожан, гостей нашей столицы, нашей республики обязательно сходить на этот замечательный спектакль. В Арсаконе прошел открытый турнир по вольной борьбе в честь заслуженного тренера Карачаева-Черкесии Мухаммеда Дышекова. Таким образом, жители аула и бывшие ученики выразили свое уважение почетному наставнику за достойный вклад в развитие спорта и воспитание подрастающего поколения. Фатима Даурова подробнее. Под знаменитый гимн борцов вольного стиля начался турнир в честь прославленного тренера Мухаммеда Дышекова. 50 спортсменов из Карачаева-Черкесии на ковре мерились своими силами в 10 весовых категориях. Вольная борьба – это не только спортивная дисциплина, но и искусство, которое требует от участников мастерства, физической силы и стратегического мышления. Наравне с борцами и даже больше накал эмоций переживают и их наставники. Тренер – это эталон, который стремится превзойти каждый спортсмен. И именно тренеры доказывают, что ничего невозможного в спортивном мире не существует. Ведь главное – это труд и сила воли, над совершенствованием которых они работают каждый день. Этому всю жизнь и учил своих подопечных Мухаммеда Раджибовича Дышекова. За особый вклад в развитие спорта в декабре прошлого года указом главы республики Рашида Тимрезова он был удостоен звания «Заслуженный тренер Карачаева-Черкесии». Благодаря ему сотни детей с аула с гордостью приносили домой первые медали, а его подход к делу формировал у будущих победителей любовь к спорту. За столько времени, столько поколений через его и мусына Радбиева руки прошло. Не одно поколение жителей нашего аула доходило до того, что на нашей памяти дети, которые вот такими пацанами начинали у них, выросли и за руку привели к ним своих же детей. А сейчас я уже смотрю, некоторые и внуков водят. Это огромный вклад в развитие действительно ни одного поколения мужчин нашего аула, за что мы ему очень сильно благодарны. Мухаммед Дашеков – тренер с профессионально-педагогической установкой. В работе с юными спортсменами фокусировал их внимание не только на лично престижных преимуществах, но и нацеливал воспитанников на преодоление трудностей и самосовершенствования. Как сильные личности он притягивал к себе молодое поколение и внушал непоколебимое уважение. Более 40 лет Мухаммед Ираджимович занимался воспитанием и вольной борьбе. Помимо этого всего для него приоритетом является прежде всего это воспитание подрастающего поколения. Спортсмены возникают, вырастая из тренера, как ветви из ствола. Эти всем известные стихотворные строки Роберта Рождественского несомненно дороги каждому наставнику. Примером этому вся профессиональная деятельность Мухаммеда Дышекова, в которой сошлись его главные роли как педагога, психолога и воспитателя. Фатима Даурова, Мухаммед Дашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Какие условия созданы для иностранных студентов Северо-Кавказской государственной академии? Насколько и комфортно находиться в нашей стране? Какие вопросы их волнуют? С кем дружат? И легко ли с ними работать? Рассказал помощник ректора по работе с иностранными студентами СКГА Артур Болотов. С ним встретилась Альбина Ламкова. Интервью смотрите далее. Я прощаюсь с вами до завтра.